Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной нишей, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построена век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям. Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Скудеев Алексей. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Чтобы было не громко, чтобы всем было комфортно, приятно слушать. Я рад вас приветствовать на сегодняшнем вечернем вебинаре. То есть это очередной вебинар Skyway NDS Group. И сегодня его проведет Сергей Анатольевич Сибиряков и также я. Собственно, кто желает посмотреть мою часть в более расширенном формате, можете посмотреть дневной вебинар. Я думаю, что он есть уже в записи. И, соответственно, там я рассказал некоторые вещи, новинки, которые у нас закладываются в идеологии, философии корпорации. Подчеркиваю именно корпорации, потому что у нас формируется уже холдинговая структура. И мы являемся не просто компанией, а группой компаний. То есть, так же, как группа компаний Skyway, у нас будет реструктуризироваться, но реструктуризация на акционеров, на шерхходеров, дольщиков никак не повлияет. Собственно, это процессы уже внутри корпорации. Но будет несколько другое название, то есть будет называться иным образом группа компаний. Возможно. И, собственно, весь корпоративный фирменный стиль будет непосредственно на самом высшем уровне, так как у нас все должно быть близко к идеалу, так как мы поисценируемся именно как будущая мировая транснациональная корпорация. То есть я рад приветствовать всех, в особенности рад приветствовать новичков. И, пожалуйста, ответьте на просник, кто какой раз присутствует. Сегодня, на сегодняшнем вебинаре, Сергей Анатольевич Сибиряков вам расскажет по поводу тех решений, которые нас ожидают по земле. То есть телодвижения идут, идут очень активно, но ничего быстро в этом плане не делается. И, как я сказал на дневном вебинаре, нас уже, так скажем, давно заметили на высших уровнях. И если бы к нам отрицательно относились, то последствия были бы немножко другие, в том числе и в развитии вообще в целом проекта. То есть прекратить любой подобный проект достаточно несложно, но хочу сказать, что сейчас то, что мы делаем, эта технология, которую мы выводим непосредственно свет в железо, в материализацию, она является спасением, то есть это обращение к новичкам, которых сегодня присутствует уже 8 человек. Собственно, 190 фактически людей присутствует на вебинаре. И, пожалуйста, проголосуйте все, чтобы иметь понимание непосредственно, кто именно новичок. Потому что это, я всегда буду повторять, очень и очень важно. И в первую очередь нам нужно доносить грамотную информацию для тех, кто только присоединяется к проекту. И очень важно, чтобы человек правильно осознал, понял эту информацию. И, собственно, вот те 10 новичков, которые на сегодняшний день присутствуют, они могут вырасти и в сотни, и далее в тысячи людей. Потому что наш проект набирает обороты, набирает обороты стремительно. Так же, как, собственно, я в качестве руководителя отдела внешнеэкономической деятельности и международных отношений могу сказать, что иностранцев также у нас становится все больше и больше. То есть на меня выходят самые различные страны. Пожалуйста, я оставлю специально свою почту. Скайп я не буду оставлять. Собственно, первоначальная связь. Давайте договоримся, что по почте. Вы можете писать, если, допустим, желаете навести активность в той или иной стране. То есть недавно обращались Канада, очень серьезно будут развивать. И, собственно, в Швейцарии, если я не ошибаюсь, у нас есть уже представители. То есть прямо Игорь Хальзов добавил в чат представителей. Это не может не радовать, потому что мы должны параллельно развиваться во всех абсолютно направлениях и в самых различных странах. И более того, то, что планируется осенью, то есть Академия Новая Евразия, начало обучения именно очень таким сложным наукам и материям, как с нуля развить адресный проект, который теоретически может приносить при грамотном построении бизнеса от миллионов долларов до, собственно, десятков и даже сотен, и даже миллиардов долларов. Некоторые самые глобальные проекты будут как декларируется, именно изначально в группе компании Skyway декларировалось, то есть, например, продажа сибирского холода по всей планете, это, возможно, будут уже триллионы долларов. И, соответственно, только от адресных проектов будет капитализация, ничего иного не может принести нам дивиденды. И, собственно, нужно ждать не IPO, а нужно ждать, когда, наконец-таки, уже пойдут первые прибыли. И, соответственно, мы, как первая институционная группа, именно Skyway S-Group, она на данный момент сейчас называется, мы будем следить за тем, чтобы распределение шло должным образом. И, соответственно, и от группы компании Skyway, я имею в виду по дивидендам, от прибыли и так далее, и по другим направлениям, которые мы будем развивать. Я так вот за травочку, за певочку, за травочку не очень хорошее слово, за певочку скажу, что, собственно, нас ожидает в ближайшее время, и, скорее всего, в Испании непосредственно, возможно, я это представлю направление, совершенно новое направление, о котором вы даже не подразумеваете. Но, вкратце, я сейчас неспроста хочу возвратить вас в историю, в историю наших уже прошедших вебинаров. И, собственно, те люди, которые уже не первый раз присутствуют на вебинарах, узнают некоторые новые технологии. Но я хочу сказать, что транспорт второго уровня, то есть малогабаритный, с высокой эффективностью пассажиропотока, абсолютно экологичный транспорт второго уровня, способный к строительству на любом типом пересеченной местности, на любом рельефе, в городских условиях, в условиях современных мегаполисов, с пробками и так далее. Собственно, это действительно тренд, и стоит это понимать, стоит это осознавать. Итак, я закрываю опросник. Пожалуйста, те, кто присутствует в первый раз, поставьте нолик, поставьте циферку 1, чтобы я видел, что вы действительно есть у нас сегодня, помимо тех, кто проголосовал и присутствует уже в первый раз. И, собственно, я перейду к космической гонке, так называемой, то есть я ее назвал космической гонкой. Почему космическая? Потому что она развивается, во-первых, с огромными скоростями, во-вторых, в конце концов, она выйдет на орбиту уже. То есть, если говорить про орбиту, то решение у Анатолия Эдуардовича есть, и более того, на следующих вебинарах, то есть сейчас под рукой ссылки нет, вы можете набрать в Википедии, пожалуйста, английская Википедия, про великое именно орбитальное транспортное кольцо. Анатолий Эдуардович упоминается в английской Википедии. В русской Википедии, собственно, можно найти описание этой технологии, которая была представлена еще в 70-х годах. И, собственно, струнная технология была придумана именно для реализации вот этого многотриллионного проекта. То есть, я вам скажу, что этот проект невозможно реализовать иным способом, как сейчас мы строим бизнес. То есть, отличие нашей схемы работы от всех компаний, которые сейчас будут перечислять, заключается в следующем, потому что мы являемся коллективным глобальным венчурным предпринимателем. То есть, мы состоим из сети. И сеть, это сеть из людей, в первую очередь, она накладывается на сеть из адресных проектов. И, собственно, ни одна из компаний, которые вот я сейчас буду показывать, перечислять с их замечательными технологиями, которые также имеют право на существование, также имеют абсолютно все шансы на победу. Ну, допустим, Гиперлуп, я скажу, что на сегодняшний день у них очень великолепные шансы на победу с расчетом того, что в случае создания прототипа первых образцов этой технологии и успешных испытаний, именно тестовых испытаний, их может поддержать президент США, Марак Обама. То есть, соответственно, будут достаточно серьезные вливаемые факты, что километр дороги, ну, там не километр, там мили. И, собственно, это стоит достаточно баснословных денег. То есть, в районе 40 миллионов долларов стоит один километр. То есть, 36-40 это простейшие самые уже применения. Я не говорю про те применения, когда уходят уже под воду, там достаточно дорогостоящие будут. И, я думаю, простым языком, если говорить, то никому не захочется перемещаться при сверхзвуковых скоростях в какой-то вакуумной трубе, где, собственно, есть риск того, что проблема с выхлопными газами, она существует в данной технологии. И если произойдет разгерметизация, либо утечка в салон, именно могут быть серьезные проблемы именно у пассажиров. То есть, мне бы лично не хотелось бы перемещаться в таком транспорте, хотя это абсолютно достойное и правильное решение для высокоростного быстрого перемещения как людей, так и грузов по всему миру. Но очень дорого, небезопасно, имеет технологические риски и, собственно, строительство достаточно сложное. Если говорить про SkyTrend, то я сейчас вам включу видео, чтобы вы понимали и прочувствовали вообще вот эту технологию второго уровня, транспорт второго уровня, которая действительно проявляется очень эффективно в виде тренда мирового, именно мирового. Пожалуйста, на экран, смотрите, а я буду комментировать. Вы видите опоры. В городских условиях это можно возвести. Ну, кстати, наше решение, которое мы будем предлагать, оно будет еще более эффективное. Но вы видите, что это никакое не будущее, это абсолютно реально. Все это будет управляться с помощью мобильного приложения. Можно будет вызвать транспорт на любую станцию, в любое время. И, собственно, в нашей технологии это так же будет. Про концепцию мобильных приложений я вам расскажу уже, я думаю, в мае. Мы полностью погрузимся в эту тематику. Это все уже выстроено, все уже продумано. И я хочу сказать, что у нас есть те решения, которых нет у конкурентов. Нет ни у одного из конкурентов вообще. То есть вы видите, что действительно перспективный транспорт. Более того, в 2015 году должны были начинаться первые тестовые испытания в Тель-Авиве. И, более того, я постоянно отслеживаю эти новости. На английском они в основном, на русский вариант они просачиваются именно с таким запозданием. И, собственно, хочу сказать, что возникли трудности у реализации данного проекта, так как сейчас говорят, что данная технология не получит своего развития по причине того, что жители недовольны, что данная технология будет внедряться в Тель-Авиве, потому что их не предупредили. Но я думаю, это абсолютная легенда, история, выдумка для того, чтобы скрыть, может быть, бюрократические сложности, может быть, финансовые сложности при внедрении данного проекта. То есть, эта компания, именно SkyTrend, не развивается посредством именно применения сетевого метода продвижения корпорации, что применяется у нас. Поэтому могут возникать достаточно серьезные трудности. И если вы посмотрите на стоимость, то есть на слайде это видно, достаточно тоже по сравнению с тем же SkyWay, то есть 9 миллионов долларов, ну 9 миллионов долларов будет стоить какое-либо сложное исполнение. Я думаю, тут не окончательная стоимость, потому что это магнитный подвес. И, собственно, тот факт, что одна тонна примерно будет ездить на магнитном подвесе, говорит о том, что это не будет дешевое перемещение, чуть дороже, чем автобусы, дешевле, чем такси, как декларируют. Собственно, SkyWay East River это перемещение с помощью гондол, то есть здесь вы видите подвесные гондолы, видите тросы, это немножко похоже на паникулеры, но данная технология также имеет место быть. И более того, она абсолютно применима на различных мостах и так далее. Если того захотят государства либо мэрии городов, изъявят желание к применению данной технологии. Но, на мой взгляд, она достаточно сомнительна в перспективах применения. SkyWeb Express это, соответственно, сеть из таких вот достаточно, может быть, на первый взгляд, примитивных транспортных подвижных составов. И я хочу сказать, что на дневных вебинарах тоже, чисто визуально даже, соценивать, достаточно материалоемкое производство. Посмотрите, какая путевая структура. То есть, путевая структура, по сравнению, к примеру, с нашей путевой структурой, когда будет подвесной состав, это примерно 5, максимум 10 сантиметров. Но, я думаю, с этой путевой структурой не сравнится. Причем, здесь нет предварительно напряженной конструкции, закрепленной, соответственно, натянутой струны. Здесь этого и поминь нет. Здесь чисто железо. Чисто дорогие стоимости материалов и легирования стали здесь, я думаю, тоже не будет, потому что на сегодняшний день редкоземельный металл, это как раз один из всех видов бизнеса, которые, в том числе, с помощью группы компаний Skyway, мы собираемся осваивать и, собственно, зарабатывать и получать на этом дивиденды. То есть, Skyway Express достаточно интересный концепт, интересный концепт именно от дома к дому, то есть, миниатюрные такие подвижные составы, одноместные, либо двухместные, но стоимость будет достаточно выше, чем наша. И я хочу также представить видео производства Новой Зеландии, то есть, это технология производства Новой Зеландии, инкорпорировали компанию в Польше в 2008 году, то есть, Matruina, PRT или технология Mister, как ее называют, но, собственно, по ней вы сможете понять и увидеть, я намеренно показываю именно конкурентов, потому что, собственно, действительно, это тренд, современный тренд, транспорт второго уровня, и данное направление не заставит себя ждать, кто внедрит это первый, тот, собственно, получит достаточно большой кусок этого рынка, а далее начнется именно космическая гонка, то есть, с очень большими скоростями, потому что многие решения уже будут понятны, как, что применять, что использовать, что наоборот не использовать, соответственно, китайцы очень активно подключатся, и, я думаю, в первую очередь, и далее уже все компании, которые когда-либо этим занимались, будут улучшать свою технологию все больше и больше, то есть, рынок начнет заниматься очень активно, и в наших городах, на мой взгляд, посмотрев наверх, вы будете видеть именно транспорт второго уровня, то есть, это объективная реальность будущего, и давайте, пожалуйста, посмотрим именно уже видео по технологии Мистер, так, минуточку, пожалуйста, в любом типе местности, достаточно тоже материалоемкие конструкции, вы видите, мистер 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 Единственное, что может быть использована. Это может быть использована, агрессивные моторы, для путешествий и госпиталов, и также для транспортировки и материалов, агрессивных материалов. Косты, погрессивность и погрессивность могут быть серьезно уменьшены используя Мистер. Они могут путешествовать до 70 км в час, принимать индивидуально или около 5 пассенджеров прямо к их месту, без переговоров. Это также возможно менять месту, во время транспортировки. Согрессивные функции являются милитарная технология использована в многих фейлсейф-системах. Многие камеры и сенсоры внутри и外 в каждом подпаде постоянно осмотрены на сборке и на базе. Собственно, я сейчас сброшу ссылки, кто пожелает, может пользоваться этим при продвижении. И далее, соответственно, я объясню, чем Мистер, допустим, мне объективно не нравится. И все технологии, которые сейчас были показаны. Этот ролик именно новозеландской компании, то есть, у нас достаточно широкий спектр разброса по географии, то есть, начиная с США и заканчивая той же самой Новой Зеландией. Ну, естественно, про нашу именно отечественную технологию Анатолия Эдуардовича не стоит забывать, потому что именно она как раз таки имеет все шансы на победу. Если говорить про Мистер, то вы увидели, что непосредственно если сравнивать с эстакадами современными, очень массивными, очень материалоемкими, очень дорогими такими вот сооружениями уродующим город, именно современные города и многие автобаны и так далее, шоссе в тех же Арабских Эмиратах их очень часто переделывают, то есть, даже в навигаторах через год может того или иного автобана просто не быть, но стоимость реконструкции колоссальная. И, если говорить про Мистер, здесь действительно более такое приемлемое решение, но, на мой взгляд, это все же не та инфраструктура, которая должна вписываться именно в современные города. То есть, все-таки облик мегаполиса меняется и вот эти опоры, они достаточно массивные. Собственно, зачем такие массивные опоры, если производитель декларирует, что подвижной состав будет весить примерно 300-400 килограмм. То есть, вопрос, зачем рассчитаны ли это технически и, собственно, зачем такие же массивные достаточно путевые структуры. То есть, это действительно вопрос. То есть, очень много лишних материалов используется, и, возможно, технология, она не такая перспективная, как естественная технология Skyway. То есть, если говорить про технологию Skyway, то она имеет абсолютно все шансы на победу, и транспорт уровня действительно уже вливается, врывается трендом в нашу жизнь, и крайним доказательством является вот этот полупрозрачный прозрачный трамвай, то есть, направление travel, путешествий. Очень, я думаю, всем захочется смотреть вокруг в подвижном составе. у нас также это будет реализовано. То есть, вот эти позапрозрачные трамваи смогут передвигаться на максимум 30-50 км в час. То есть, это достаточно несерьезной скорости передвижения. И те подвижные составы, которые я вам показал, те системы, те транспорты, системы второго уровня, они не достигают 100 км в час. Я, конечно же, исключаю гиперлуп. То есть, гиперлуп на высокоростное исполнение имеет все шансы на победу. Но, на самом деле, на сегодняшний день, на мой взгляд, имеет все шансы на победу Skyway. Я объясню, почему, в первую очередь, корпорация, именно наши корпорации, имеют все шансы на победу. Я не буду останавливаться сильно на технологии. и я скажу о том, о чем говорил в начале вебинара. То есть, в первую очередь, мы развиваемся посредством сети. То есть, на мой взгляд, корпорации будущего, вообще, они будут получать максимальную эффективность, максимальные результаты, максимальную широту управления и завоевывания рынка, именно, через сетевое управление корпорацией, через сетевое построение корпорации. Более того, если приводить аналогию, как сейчас происходит макроэкономическое распределение, так скажем, авторитета и государства, и различных фондов, крупных фондов, фондов прямых инвестиций и так далее, то я могу сказать, что основным ресурсом на сегодняшний день, естественно, являются деньги. Поставьте, пожалуйста, в чате, какие ваши варианты, каким ресурсом основным является, собственно, у нас в Skyway Invest Group, и что это, либо кто это, собственно, вот это вот огромное отличие. Поставьте, пожалуйста, варианты, действительно, интересно послушать и посмотреть, кто что думает. То есть, да, действительно, люди, человеки, persons, humans, person, если говорить по-французски, именно люди, и причем, Ольга, абсолютно правильно, человек, отдельно взятый человек. То есть, экономика из материалистичного представления также получает и гуманистичное представление. И более того, в нашей системе, на следующих слайдах, уже на будущих вебинарах, я это визуально подготовлю, если обычная система управления корпорацией строится, как обычная пирамида, стандартная пирамида, то у нас пирамида, она перевернута, то есть идет вот так. Казалось бы, эта геометрическая фигура неустойчива и должна сразу же упасть, но она поддерживается именно сетью людей. И, так как сеть одного может достигать до бесконечности, до бесконечности это именно схематично так вот обозначено, то я хочу сказать, что, когда наша сеть достигнет 5-10% именно населения Земли либо населения той или иной страны, то, соответственно, достаточно серьезные процессы именно в первую очередь в качестве внедрения нашей транспортной системы начнутся. А более того, я вам скажу, тот, кто обладает активами, наши активы это будут станции, которые будут являться объектом недвижимости, то есть некоторые станции на побережье различных морей, океанов, то есть именно на шельфе будут очень дорогими объектами недвижимости, и такие проекты есть, такие разработки есть, и мы предоставляем именно социальные лифты, то есть любой может стать каждым. У нас внизу это, если говорить про Skyway Invest Group, это Сергей Анатольевич Сибиряков, Андрей Федорович Ковратов, потом идет директорский состав, а потом идут все абсолютно участники Skyway Invest Group, и более того, нет никакой, так скажем, возможности того, что, к примеру, верхи, как вот стандартные пирамиды, и стандартные пирамиды именно в рабочих корпорациях, все вы работаете, кто работает на работах, прекрасно представляет, что, то есть начальник, его замы, подчиненные и так далее, и уже до обычных рабочих достигает уже крохи, у нас же, собственно, наоборот, любой может стать каждым, инициатива, она поощряется, и более того, у нас именно в институте, в Академии Новой Евразии, то есть, институт или академия, сейчас это будет решаться, рабочее название это Академия Новой Евразии, и, собственно, данное направление, именно развитие адресного проекта с нуля, будет поддерживаться, в том числе, возможно, возможно, я сейчас говорю возможно, потому что ведутся переговоры бизнес-молодостью, то есть, достаточно серьезные, объективные, именно темы для разговора сейчас появились, и многие коучи, именно бизнес-коучи, которые работают с крупными предпринимателями, которые работают с руководителями предприятий, фирм, будут к нам присоединяться, потому что то направление, которое, собственно, дает наша технология, именно группы компании Skyway, другие направления, которые фонд будет разрабатывать, об этом вы узнаете уже в ближайшие месяцы, и, собственно, как только у нас пойдут уже первые моделирования, даже модель 1 к 4, собственно, я хочу сказать, что эта игра будет продолжаться примерно, может быть, год, то есть за год мы должны максимально сформировать, инициировать адресных проектов. То есть как инициируются адресные проекты. Если говорить про иностранцев, вот на днях я общался с Канадой, на днях общался с другими тоже представителями иностранных государств, необходимо посмотреть вообще, что на сегодняшний день недоступно с помощью современной транспортной технологии. И более того, то, что на сегодняшний день недоступно с помощью современной транспортной технологии, доступно с помощью технологии Skyway. Нет такого решения, которые технология Skyway именно в транспортном решении не могла осуществить. То есть это действительно объективная реальность и на сегодняшний день нет такой технологии, которая смогла бы именно на любом типе пересеченной местности, рельефа в различных типах городов, либо наоборот строительство линейного города. То есть вот, пожалуйста, концепция линейных городов. Для новичков я поставлю слайд. И, собственно, это будущий вид городов. Данный тренд также набирает обороты. То есть это современные гигаполисы. В Китае, в Дельте Янсы сформировался гигаполис, который будет достигать, собственно, сотен миллионов людей на своей территории. В Скандинавии также, собственно, Осло, Копенгаген, Гетербург, то есть Швеция, Дания, Норвегия, соответственно, будет образовываться именно скандинавский гигаполис. Но данные гигаполисы невозможны к образованию. То есть это будет неэффективно, если не будет именно скоростного способа перемещения. Из точки А в точку Б. То есть человек всегда будет стремиться перемещаться выше, быстрее и сильнее. Человек будет всегда стремиться к движению. Потому что, собственно, в движении жизнь и действительно прогресс бизнеса заключается в ускорении процессов. То есть на сегодняшний день, да, у нас присутствует уже возможность перемещения денежных средств. Более того, я не знаю, открою вам секрет или нет, но с помощью, при появлении телекоммуникационных способов связи, очень сильно взорвался именно финансовый рынок. То есть уже не нужно было, допустим, отвоевывать Суэцкий канал с помощью колониальных каких-то захватов и так далее. Захват начался уже именно с помощью технологий, информационных технологий и финансовый захват. То есть основной сейчас способ захвата – это именно финансовые активы. Это дорогие объекты недвижимости. Это покупка крупных корпораций. И покупают крупные корпорации, вкладывают свои активы, инвестируют как государство, так и достаточно серьезные компании, называемые фондом премьерных инвестиций. И, собственно, в данное направление мы себя позиционируем в будущем, который занимается именно теми направлениями, которые теоретически могут очень высоко скапитализироваться, но на данный момент у них недостаток финансирования, хотя, собственно, в той или иной компании работают достаточно талантливые ребята, им просто нужно помочь. И когда эта компания развивается и начинает получать первые прибыли, она может либо войти в холдинг, именно компания, представляющая фонд прямых инвестиций, либо эту компанию можно продать и получить достаточно серьезные прибыли. Собственно, вот так вот работают фонды прямых инвестиций. Но если у фонда прямых инвестиций вообще, собственно, цикл существования – это 5-7 лет, и отличие от тех же венчурных фондов и так далее, вот Игорь Романенко говорил вам на своих вебинарах о венчурных фондах, ну, я скажу, что наш именно венчурный коллективный предприниматель, то есть Skyway Invest Group, состоящий в будущем из именно фондов прямых инвестиций, инвестирующих в различные перспективные направления, именно вы будете решать, и все мы с вами будем решать, куда направлять наши силы. И более того, сила заключается именно в том, что сейчас у нас образовывается сеть, это растет сеть с каждым днем, это растет сеть, ну, так скажем, не по дням, а по часам. И ресурс у нас заключается именно в человеке. И отдельно взятый человек стоит очень многого, то есть говорили, спрашивали, что может сделать отдельно взятый человек, но, собственно, я скажу, когда у нас уже будет примерно даже 500 тысяч людей по всему миру, мы достаточно серьезный процесс сможем запускать, вплоть до инициации, и сразу же через некоторое время, допустим, некоторое время может занять больше полугода, может год занять, если какой-то небольшой адресный проект, то, соответственно, может занять несколько месяцев запускать этот адресный проект, капитализировать именно с помощью технологии, которая именно реализуется в железе. То есть ничего не будет реализовано, если не будет именно материальной реализации именно технологии. То есть, собственно, Сергей Анатольевич Сибиряков, этот человек, являющийся государственным советником третьего уровня, не развивал бы, я думаю, этот проект, если бы именно не ответ на тот вопрос, который очень часто задают Сергей Анатольевич Сибиряков, а действительно ли это поедет? То есть, представляете, чиновники, достаточно серьезные люди, задают этот вопрос, что действительно ли это поедет? Все понимают, что это теоретически может послужить именно выходом из сложившейся экономической ситуации. И тот вариант развития событий, тот факт, что мы поставлены под гнетом санкций, под гнетом различных экономических ограничений, на необходимость принятия импортозамещения, развития своих технологий, говорит о том, что, собственно, это заставило нас думать. Нас, как группу компаний Skyway, заставляет думать конкуренция, то есть, те компании, которые буквально, я вот, если честно, очень сильно опасался, в хорошем смысле, был бы за них очень рад, именно от реализации SkyTrend. Потому что, как только будет первая технология реализована, то нужно быть на шаг выше, на 100 метров впереди, именно в том кроссе, на дистанции, которая будет служить финишем именно в развитии транспортной сети, мировой транспортной сети. А если говорить непосредственно про теорию выхода из мирового кризиса, то есть, я тоже на предыдущих вебинарах это сбрасывал, то как раз-таки с помощью сшивания континентов, с помощью сшивания именно транспортной сетью, можно достичь единого развития в общей системе, в общей мировой экономике. И нам с вами абсолютно без разницы, какая будет далее в будущем валюта, какие будут обмен деньгами. То есть, вот Александр Костенчук абсолютно верно про Skyway Money написал, и, собственно, почему нет, в будущем это возможно. Но это будет не Skyway Money, это будет именно валюта, как Сергей Анатольевич позиционирует, теоретически это может быть евразийский рубль, который будет подкрепляться именно реально действующими бизнесами. То есть, если говорить про то, что на сегодняшний день происходит с долларом, то вначале все развивалось достаточно хорошо. То есть, после достаточно серьезно повезло США, так как после Второй мировой войны у них появилась возможность оказывать финансовую помощь, очень серьезный экономический подъем, способствовать подъему у тех стран, которые пострадали после Великой Отечественной войны, именно вот как называется в нашем с вами государстве. И, собственно, они воспользовались этой возможностью, и далее уже они стали развивать свое производство, произвели свою индустриализацию, развивали все верно до тех пор, пока, собственно, у них все это подкреплялось реальными технологиями, реальными развитием мышленности, то есть строительством железных дорог и так далее. Они делали это одним из первых. Но сейчас, собственно, подкрепление идет за счет военных действий. Те же самые действия на Украине, возможно, происходят по тому факту, что на юго-востоке Украины содержится достаточно серьезное место рождения по железной руды с содержанием более 60%. И так как в будущем будут играть огромную роль именно металл, то есть железная руда и различные виды стали и так далее, и вода, так как мы позиционируем, что вода будет продаваться именно по всему миру абсолютно. И, собственно, действительно эти ресурсы будут иметь преобладающую важность в будущем мире. То есть до 2030 года в макроэкономическом прогнозе Сергея Анатольевича Сибирякова вы можете все это увидеть и заметить. И, собственно, вот на этом я с вами попрощаюсь, не буду сильно затягивать. И сейчас я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову, нашему макроэкономическому гуру и народному экономисту. Поприветствуем. Благодарю за внимание. С вами Алексей Сходуев. Так, друзья, как видно, как слышно. О, отлично. И завис у меня интернет. И завис. И завис. Так, видно, слышно, да? Что-то он шалит. Он не пускал меня в комнату никак. Что-то вылетает. Так. Я опять извиняюсь, я еще не до конца здоровый, так что у меня идет. Но работаем уже по полной. Работоспособность как бы идет. Друзья, значит, ну, Алексей, я пока в перемещениях был. Он, мы с ним оговорили, и я слышал, что он говорил. Очень замечательно все. Вот. Я сегодня постараюсь покороче, потому что сейчас в преддверии праздников, потом это идет, мы сейчас сделаем такие несколько переходных вебинаров, такие общие, чтобы было, ну, скажем так, об общей программе, о том, что как мы с вами движемся и что происходит. Но сразу могу, друзья, сказать, что после майских праздников, то есть начиная где-то, точнее у нас там еще 18-19 будет большое мероприятие в Испании. Вот. Это те, кто уже активно работает в нашей программе. Вот. Я, к сожалению, туда, ну, по таким чисто семейным, житейским с вами обстоятельствам туда попасть не могу. Вот. Но будет Алексей, будут еще очень наши там все директора, поэтому будет очень серьезная тема. И фактически вот этим вот форумом нашим встреч в Испании будет дан новый старт нашей программе. И то, что вы увидите, скажем так, где-то с конца мая, с начала июня, это будет отличаться радикально от того, что мы с вами делаем. Если говорить техническим языком, то первая ступень ракеты отработала, мы переходим на следующий уровень. Если говорить таким житейским языком, ну, там, как я бывший учитель в школе, что начальную школу мы прошли, мы переходим на следующий уровень. И, друзья, когда вы все это увидите и действительно это вам презентуем, то действительно будет очень серьезный старт и очень серьезная работа. Значит, я в преддверии этой работы, что сейчас уже сделано, чтобы вы понимали, как эти вещи увязаны. То есть вы все участники, надеюсь, что вы все участники проекта по земле, что мы его анонсировали, мы собрали заявки и, соответственно, показали о том, что сегодня президент и представитель президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев огласили, скажем так, пожелание дать гектар земли для тех, кто хочет развивать этот регион. Вот, заявок по этой программе было минимум. Вот, соответственно, через нашу программу обеспечили уже более 20 тысяч заявок на более 20 тысяч гектар. Соответственно, на вебинарах мы с вами обсуждали этот вопрос, что мы пошли двумя путями. Первый – это подача официальной заявки в органы регистрации, но там оказалась абсолютно неготовая бюрократическая система, которая не может отработать. И, соответственно, это стало уходить в долгий ящик. Мы стали искать нам, и на вебинарах вы, свидетели всей этой работы, задавали очень много вопросов. А если не гражданин России, а гражданин СНГ? А если вообще гражданин другой страны, но желает участвовать в этой программе? Можем ли мы ответить? Вот, мы говорили, что законодатель такого права не дает. Потом было активное обсуждение у нас и в чатах, и вообще о том, что сегодня законодатели, эти вот депутаты, которые сразу начали вылезать с инициативой, там, вот этот наш горе-депутат Миронов от так называемой «Справедливой России», потому что чего он там от кого называет «Справедливый», тоже, в принципе, непонятно, какой он вообще там, так сказать, депутат. Вот, соответственно, начали вводить уже категории, какие имеют право, какие не имеют право получать. Потом заслуги перед Отечеством, то есть там стали вводить определенно, что сколько лет он должен прожить, сколько проработать, потом сколько им можно дать. В общем, много всякого вот этой бредятина сейчас как бы идет, хотя президент четко сказал, что если вы хотите получить землю как ресурс и использовать ее, и эта земля может пойти как ресурс для развития региона, этим надо пользоваться. И мы, собственно, всю эту программу начали запускать. Но, друзья, оказалось, что есть, когда мы начали прорабатывать уже нашей юридической службой и нашими коллегами из регионов, то мы нашли абсолютно другой путь решения этого вопроса. Я не могу вам сказать, что на 100% он уже реализован, я не могу сказать, что мы 100% дойдем, но, во всяком случае, мы очень активно двинулись, и решение оказалось совсем в другой плоскости. Это право есть у губернатора региона. Он может сам своей властью дать землю, которая сегодня не осваивается, во временное пользование для того, чтобы организация та или иная взяла для освоения этот участок земли. Естественно, что мы тут же заявились о том, что мы готовы взять и 200, и 300 тысяч гектар земли для того, чтобы осваивать территорию, причем в регионах, там, где нет инфраструктуры, там, где она может использовать под наш линейный город Евразия, и там, где она будет именно служить пилотным проектом. Вот, и у меня есть личные очень хорошие отношения с рядом глав регионов, там, еще через ряд партнеров. В общем, мы обратились к шести главам регионов с таким предложением, и я могу сказать, что вот эта система идет две недели как, и прямо на этой неделе мы уже от двух глав регионов получили положительные результаты, и вот буквально со следующей недели у меня будет ряд встреч, не то, что уже встреч, а мы выходим на подписание, договоров для того, чтобы оформить на наше потребительское общество Евразия первый участок земли, где мы можем всем 20 тысячам наших партнеров, которые дали заявку на эту землю, соответственно, за ними зарезервировать и закрепить эту землю. Поэтому, естественно, что это только первый путь, мы будем в соглашении с регионами подписывать вопрос, что когда мы начнем проектировать, а потом строить там первый участок линейного города, чтобы мы по действующему закону перевели эту землю уже потом сначала в бессрочное пользование, а потом в, соответственно, в личное пользование людей. Поэтому, друзья, я могу сказать, тут вот мы победили, друзья, это я могу сказать, это абсолютно новый такой путь, и сказать, что он, ну, не имеет там никаких изъянов, это тоже, опять же, очень непросто, просто в данном случае мы что делаем? И я в свое время тоже работал и советником ряда губернаторов, ну, как ряда двух губернаторов, я был советником у губернатора Тулеева, Аман Гильды Малдегазевича, был советником у Александра Ивановича Лебедя. Вот, соответственно, я знаю лично несколько глав регионов сегодня, с кем мы общаемся. Вот, это Новосибирская область, это Красноярский край, Виктор Александрович Толоконский, это Бурятия, вот, это Тыва, в общем, это те регионы, которые нам интересны с точки зрения развития Сибири и Дальнего Востока, где без граничной просторы, но, с другой стороны, они сегодня не могут развиваться без инфраструктуры. Поэтому у меня понимание с этими губернаторами есть, и другое дело, что всех пугает сейчас вот то, что мы обсуждаем, это масштаб. Когда я говорю, дайте нам на 20 тысяч человек по гектару земли, то есть это, по сути дела, это 100 на 2 километра, то есть это всего участок 100 километров. Вот, если вам кажется, что для Сибири или Дальнего Востока это большие расстояния, посмотрите на карту, там два лаптя по карте, это, в общем-то, не расстояние. И сейчас мы вот определили несколько таких участков, вот, это граница Тывы и Красноярского края, Алтайский край, юг, граница с Китаем, потом вот Хабаровский край, наши партнеры там работают, и еще ряд, вот сегодня Магадан предлагает свои земли. В общем, друзья, мы этот вариант рассматриваем, но что я сразу могу сказать, в каком направлении мы движемся, и это наше непременное условие. Эта земля передается в распоряние потребительскому обществу, а не каждому. То есть, если по закону, который сейчас обсуждают и пытаются протолкнуть депутаты уже со своими поправками, они говорят, что каждый должен прийти, заявиться и лично получить, то мы делаем коллективного пользователя. И вот как раз через коллективного пользователя мы уже от потребительского общества, как пай в этом потребительском обществе, закрепляем гектар земли. Поэтому здесь, друзья, есть абсолютно обоюдное у нас с вами взаимопонимание, что если мы не запустим нашу программу струнных дорог Транснет, то, соответственно, эта вся земля так и будет неосвоенная. А если мы ее запустим, мы запускаем ее только через потребительское общество, и вы, соответственно, являясь участниками и пайщиками этого потребительского общества, а это в автомате будут все, кто от желания в личном кабинете стать участником потребительского общества, соответственно, мы делаем земли. И тогда по нашему уставу мы сразу говорили, что мы сторонники того, чтобы эту землю получали все, кто изъявляет желание участвовать в этом проекте. Неважно, гражданин он России, гражданин он Белоруссии, Украины, или просто человек, который поддерживает эту программу. Мы считаем, что эту землю как ресурс надо давать всем, если человек поддерживает нашу программу. Это что самое главное. А так как это делается через потребительское общество, значит, он согласен с целями и задачами потребительского общества Евразия, целью которого стоит построение линейного города и освоение евразийского пространства. Поэтому, если, друзья, вы с этим согласны, вы ставите согласие в личном кабинете, значит, вы становитесь нашим участником потребительского общества, и мы, соответственно, на него будем оформлять эту землю. Значит, оформлять. То есть мы говорим, что тот пай, который вам полагается, он подкреплен, и на него заведен реестр этой земли. Естественно, что это не государственный реестр, это вам не государство, которое обеспечивает, но, друзья, мы все должны... Так, а когда заявка отобратится в ЛК? Друзья, это я вам сейчас то, что говорю, это просто логика, которой мы сейчас пошли. И опять же, то, что мы идем в Росрегистрацию, и Министерство Сибири и Дальнего Востока, мы также в этом направлении движемся. Вот, просто на сегодняшний момент мы уперлись в стену, что нет нормативной базы. И нам чиновники говорят, что да, президент сказал, да, пал предприниматель, но сегодня документов, по каким выдать землю, пока не существует. Поэтому пока их не существует, мы не можем, соответственно, вам оформить эту землю. Я говорю, что, значит, сидим и ждем? Они говорят, да, сидим и ждем. Я говорю, ну, президент сказал, полпред сказал, в общем-то, все работают. Они говорят, ну, у нас многое, что говорится, а потом не делается. Вот сегодня мы примерно к этому рубежу подошли, что особенно на такое большое количество людей, они не готовы отработать. Но, опять же, из-за того, что наши юристы довольно-таки грамотные люди, исходя из того, что действительно все хотят реализовать, и понимание у глав регионов, абсолютно есть такое понимание. А когда мы начали это обсуждать с представителями глав регионов, такие как Тывы Красноярского края, вот, а я Виктора Александровича Толоконского знаю уже 20 лет, когда он еще даже был вице-мэром в Новосибирске, не говоря уже до того, как стал губернатором Новосибирской области, вот, у нас с ним очень такие интересные отношения, то он единственное, что сказал сразу, что никаких денег мы вам не даем, и если через 5 лет вы не реализуете ту программу, которую вы говорите, мы эту землю у вас заберем. Но это и в законе так прописано. Я говорю, естественно, если через 5 лет мы ничего не сделаем, никуда не продвинемся, то грош нам цена. То, соответственно, все, что мы говорим и все, что мы делаем, это пустая болтовня. А, соответственно, ни о каких освоении земли быть не может. Поэтому, друзья, я со своей стороны могу сказать, что еще в этом году они все увидят реальную работу, которую мы делаем. В этом году. Не через год, не через два, и тем более не через пять. В этом году нам будет что показать. Нам будет показать реально, что мы движемся к освоению этой территории. И то, что мы задекларировали цели и задачи строительства линейного города Евразии, мы активными семимильными шагами движемся в этом направлении. Поэтому здесь я абсолютно не кривя душой и абсолютно не сомневаясь в том, что мы это сделаем, я беру на себя, ну и вся наша команда берет на себя такие обязательства при подготовке договоров, что да, мы берем сегодня. И второй вопрос, который нам задают. Вы понимаете, что сегодня туда даже нет дорог. Туда на вертолете долететь довольно-таки сложно. Вы это понимаете, что землю, которую вы просите, это сегодня недоступная земля. Я говорю, я это очень хорошо понимаю, но с другой стороны, я понимаю только поэтому вы нам эту землю и дадите. Если бы там была инфраструктура, если бы это были полезные ископаемые, если бы она кому-то нужна была и кто-то мог ее сегодня брать, и не вкладывая денег, получать, соответственно, денег в эту землю, используя ее как ресурс, если бы у вас была очередь сегодня на эту землю, а мы понимаем, что мы делаем, поэтому мы ее берем. И третий вопрос, который мне, так сказать, уже не сам губернатор, а его окружение, они говорят, ребята, объясните нам все-таки смысл, а зачем вы ее все-таки берете, ведь даже съездить невозможно, а тем более там 20 тысяч человек, которые, вы говорите, что будет 100 тысяч человек, будет брать эту землю, вы объясните, собственно, в чем ваше, как бы вы же ее не освоите за 5 лет, то есть это вообще невозможно с точки зрения теории. Я говорю, друзья, невозможно с точки зрения тех технологий и тех приколов, которые, в чем прикол. А вот теперь, друзья, вы-то должны понимать смысл этой программы, и, соответственно, тот, кто с нами уже работает, а мы все-таки эти вебинары проводим для тех, кто в программе и кто понимает вещь. Поэтому, друзья, мы сейчас уже на стадии подписания договоров между Тывой, где есть уникальнейшие озера, и Китая, куда мы будем поставлять пищевой лед. И, соответственно, всю землю, которую мы сейчас будем оформлять, она будет на линии этого города. И я могу сказать, что та компания, которую будет поставлять, это будет одна из богатейших компаний в мире. Она отстроит не то, что один этот город, она еще полстраны будет за счет этих денег содержать. Поэтому сегодня эта земля ничего не стоит. Но как только выйдут контракты на поставки пищевого льда в Китай, и как только эта трасса будет позиционироваться с этим линейным городом, поверьте, сразу резко меняется. Но это я вам открыл такую маленькую коммерческую тайну нашей компании, которая будет одновременно продвигать и «Сибирский холод» программу, и с использованием технологий. А сейчас мы уже, друзья, выходим на практические шаги, на практические уже заключения контрактов. И то, что мы сейчас оформляем уже землю, это та земля, которая будет участвовать в этой программе. И нельзя рассматривать программу отдельно линейного города Евразии от программы «Сибирский холод» и «Русский металл», который мы тоже запускаем. Поэтому, когда мы сегодня тоже рассматриваем ряд земель, которые будут идти на трассе, по которым будут возиться редкоземельные металлы с севера Якутии, или с севера Красноярского края, с Норильска, вот, соответственно, мы... Так, Фархад говорит, что в Китае проблемы с водой. Да, Фархад, скажу по секрету, что там не просто проблемы с водой, а сегодня вообще проблемы, анализ ООН и ЮНЕСКО, они показывают, что в 21 веке основные конфликты вообще в мире будут именно из-за чистой питьевой воды, потому что это сегодня ресурс, который крайне востребован всей цивилизации. А в Китае сегодня 4 миллиард человек каждый день недополучают чистую питьевую воду. Это проблема и Китая, и Индии. Поэтому, как только мы ставим вопрос, что мы вводим сырье не просто в виде питьевой воды, а еще и в виде пищевого льда, то здесь как раз, чтобы вы понимали, суть программы в том, что мы будем поставлять пищевой лед. А лед – это единственный известный в природе конденсатор холода. Причем энергии в тонне льда при минус 20 градусов в 8 раз энергии больше, чем надо для того, чтобы расплавить тонного железа. Это из школьной физики, чтобы понимали, насколько колоссальное количество энергии находится в виде холода во льду. Поэтому, когда мы будем поставлять, это будет абсолютно новый продукт 21 века. Об этом мало кто сейчас понимает или представляет, но, друзья, это их проблемы о том, что кто-то сегодня не понимает. Я сейчас общаюсь с большим количеством таких ученых, академиков, по мере нашей работы и продвижения. Я могу сказать, как у многих вызывает удивление, когда я реально начинаю рассказывать о поставке пищевого льда сегодня в Китай и в Индию. Они мне говорят, молодой человек, вы серьезно об этом говорите, или это вы считаете нас как… Я говорю, ребята, настолько серьезно, что серьезнее не бывает, что сегодня проблема пищевого льда – это проблема номер один. И мы сегодня, сидя на этом ресурсе, даже не понимаем, что когда хотят расчленить и отобрать наши ресурсы, то нам кажется, что у нас хотят отобрать нефть, газ или еще что-нибудь. Друзья, нефть и газ наш сегодня никому не нужен. Более того, вся последняя политика, это у нас с вами же экономические, льда хватит, действительно, лед это возобновляемый. Вот, монголы хотят испортить Байкал, это я пищевого льда. Значит, да, правильно, друзья, если вопрос по Байкалу, сразу могу сказать, что программа, которая будет называться «Сибирский холод», она в основном рассчитана не на байкальский лед, потому что почему-то у нас все уперлись, что у нас вода только в Байкале. Я вам могу сказать, что на территории Сибири и Дальнего Востока около полутора тысяч уникальных озер, уникальных озер, которые по качеству воды вполне сопоставимы с байкальской. Байкал – это бренд, это символ, который действительно, там есть уникальные вещи, линзы, которые стоят по 500 лет, не меняясь. Поэтому такая вода, конечно, уникальная. Но вот в Тыве, сейчас мы ведем, там есть целые гряда озер, которые протекают через серебряные рудники, и там вода активирована серебром. То есть таких озер вообще в мире больше нет. А при том, что она при минус 40 замораживается, там еще и количество, огромное количество. Поэтому этот проект будет идти отдельным таким чередом. И вот как раз с первого такого проекта мы сейчас и готовим, и ведем переговоры с нашими китайскими партнерами на то, чтобы поставлять этот лед. И я могу сказать, что по бизнес-плану, который мы сейчас готовим, этот проект по своим возможностям будет, я вам скажу, существенно превосходить тот проект, который сейчас толкают наши нефтяные компании, который называется «Сила Сибири». То есть и по объему поставки, и по капитализации мы почти на порядок будем превосходить вот этот вот нефтепровод «Сила Сибири». Туда вкладываются сейчас колоссальные деньги, там делается, так сказать, а на лед сегодня народ не может даже понять, о чем это говорит. Это просто говорит об уровне тех экономистов или тех, кто сегодня управляет, не понимая, что мы можем построить сегодня эту трассу и начать поставку пищевого льда еще быстрее, чем они построят этот нефтепровод. Но опять же, друзья, всему свое время, не будем торопиться, не будем забегать вперед, то есть все, что мы с вами делаем, мы, друзья, делаем абсолютно правильно, абсолютно своевременно. И как раз еще и потому, что сегодня очень многие относятся к тому, что мы делаем несерьезно и, скажем так, не воспринимают это как такой хороший бизнес, нам это сегодня позволяет развиваться спокойно, создавать нашу краудинвестинговую систему, финансировать разработки и, соответственно, готовить к внедрению технологий, которые позволят, соответственно, потом создавать десятки и сотни новых компаний, новых бизнесов, которые будут потом активно. И когда это станет для всех очевидным, друзья, для нас это уже будет реальной работой, и мы будем в этом принимать самое непосредственное участие, как раз в этом и направлена работа нашей инвестиционной группы, то есть Skyway Invest Group, который сегодня является фондом прямых инвестиций в технологию Skyway инженера Юницкого. То есть мы проводим просветительскую работу, мы доводим информацию об этом проекте, мы отстраиваем финансовый инструмент, как можно инвестировать в этот проект, и когда инженер Юницкий продемонстрирует и покажет, соответственно, возможности технологий, значит, соответственно, это все будет капитализировано и сделано. И я могу сказать, друзья, с моей точки зрения, это будет обязательно, и это неизменно, это будет 100%. Если кто-то в этом сомневается, ну, друзья, во-первых, подождите, а во-вторых, это ваше право. И исходя из того, как сегодня идет работа, как сегодня движется развитие конструкторского бюро, как сегодня развивается технология, это говорит о том, что все идет так, как должно быть. И, соответственно, в этом году будут уже продемонстрированы ряд технологий и технических решений на следующий год, и как раз по мере того, как это будет двигаться. А по мере развития проекта я могу сказать, что мы сегодня, ну, скажем так, вырастаем еще в более серьезную инвестиционную группу по мере того, как физически нас уже, скажем так, цифра в 100 тысяч партнеров для нас, как инвестиционной группы Skyway, сегодня уже далеко не предел. И мы ставим задачу к нашему октябрьскому форуму перешагнуть цифру в 500 тысяч человек. Если раньше, когда Андрей Хавратов четко называл эту цифру, я несколько сомневался, то теперь, друзья, по мере того, как увеличивается, и какие партнеры у нас сегодня появляются, и по мере того, как мы ведем сегодня переговоры уже и с губернаторами, и с крупными бизнесменами, а сейчас уже и с партнерами в Индии, в Турции и в Китае, у меня здесь на этот предмет просто нет уже никаких сомнений, что 500 тысяч партнеров, а это значит активнейшее развитие проекта, финансирование проекта будет двигаться, и, соответственно, мы для себя выбираем еще ряд направлений, то есть для того, чтобы как инвестиционная группа диверсифицировать направление, мы берем еще ряд физических разработок именно в сфере транспорта, для того, чтобы этот процесс еще более ускорить, то есть поэтому, как раз начиная с июня месяца, мы будем вам показывать и рассказывать именно как инвестиционная группа еще о ряде проектов, очень интересных, которые развиваются в таком же плане, естественно, понимая, что сегодня стержнем и локомотивом движения инновационной технологии в сфере транспорта будет, естественно, SkyWay и струнные технологии Юницкого, то есть здесь это без сомнений, но исходя из того, что этот рынок просто колоссальный, и ученых, которые работают в этом направлении, тоже очень серьезное количество, и ученые очень с таким и серьезным именем, и наработками, которые есть, это нас подталкивает к тому, что мы сегодня начинаем диверсифицировать свою работу для того, чтобы именно наши акционеры, именно те, кто приходят в нашу инвестиционную группу, их вложения и их риски были диверсифицированы, потому что всегда учил Андрей на своих Академии частного инвестора, что всегда должен быть пакет инвестиций, то есть никогда нельзя складывать яйца в одну корзину, то есть вы должны всегда раскладывать по рискам, и должны инвестиции, поэтому если вы выбираете венчурное финансирование и инвестирование в сферу транспорта, то, соответственно, уже наша профессиональная обязанность, те, кто доводит информацию и занимается именно просветительским проектом, чтобы вы знали о всех технологиях, которые есть, и о всех возможностях, и о всех рисках, которые сегодня также существуют. Поэтому мы готовим сегодня для вас ряд интереснейших предложений, чтобы вы как инвесторы рассматривали этот вопрос и, соответственно, для себя принимали решение. Как я уже сказал, что один проект такой на ваших глазах зародился и пошел, это линейный город, это возможность применения технологии скоростного перемещения именно Skyway для того, чтобы перевозить на большие расстояния скоропортящиеся, а в данном случае у нас быстро тающий лед, соответственно, это освоение территории и приход в труднодоступное месторождение. Параллельно вторую программу, которую мы готовим, и начиная с июня мы запускаем, это «Сибирский холод», это программа, которая рассчитана именно на поставки пищевого льда сегодня нашим партнерам, которые категорически нуждаются сегодня в воде. И для этого у нас будет целая, мы готовим и большую международную конференцию в Москве с участием, наверное, всех ведущих мировых специалистов в области охраны окружающей среды, в области потребления воды, водных ресурсов, и поэтому, кто не сможет поприсутствовать на этой конференции в Москве, вот, соответственно, будут все материалы, в сети мы обязательно покажем, потому что она будет идти совместно с Российской Академией Наук, с природоохранными, структурами, с ЮНЕСКО, которая сегодня очень озабочена проблемами чистой питьевой воды. То есть, это, друзья, мы с вами обязательно об этом будем говорить, это не цель сегодняшней работы. Наша сегодняшняя задача – это показать, что мы, как инвестиционная группа, развиваемся, и это показывает, первое, приход новых инвесторов, количество новых регистраций, это количество инвестиций, которые сегодня приходят каждый день или там понедельник. Здесь я могу сказать, что мы, как группа, развиваемся семимильными шагами. Мы сегодня можем себе позволить уже выбирать партнеров, партнеров, с которыми мы можем вести уже совместную работу и бизнес. Мы становимся понятными уже для региональных властей, то есть, как наши предложения, которые сегодня идут, они уже серьезно рассматриваются, и действительно, они идут на обсуждение, уже там даже на уровне парламентов региональных. Но это только начало. Еще раз я могу сказать, что, друзья, естественно, что очень многое пока строится просто на личных контактах, на то, что меня многие знают и готовы слушать. И второе, на тех авансах, потому что люди очень хотят верить в то, что мы говорим, что это правда. Поэтому, естественно, что ответственность очень большая. Как я уже сказал, что перед губернатором Красноярского края, что когда я обещаю и делаю, и говорю такие слова, естественно, что за эти слова надо будет очень серьезно отвечать. И это очень большая ответственность. Но, друзья, мы четко понимаем, что в течение пяти лет мы однозначно выйдем на контракты и прямые поставки пищевого льда в Китай и в Индию. Мы, понятно, выйдем на испытания и демонстрацию, сортификацию скоростного транспорта, который сможет решать эти задачи. И однозначно за это время мы выйдем на проектирование и начало строительства этих трасс. Я в этом не то, что не сомневаюсь. Друзья, это наш план, и мы по нему идем, и в графике мы сегодня абсолютно держимся. А там все это записано. Поэтому сегодня мы уже практически идем к реализации и практически к применению тех технологий, которые сегодня есть. Так, какова будет пропадемность у таких рефриженаторных скоростных поездов? Алекс, никаких поездов не будет. Это будет индивидуальное средство с перевозкой максимум до 8 тонн воды. То есть это... Ну вот, Алексей, покажи там нашу любимую картинку, любую, которая есть сейчас, любого скоростного юнибуса, и он, соответственно, покажет... Так, когда... Вот, пожалуйста, это я 10 читаю лекции студентам по макропрогнозированию, макроэкономическому прогнозу в высшей школе управления. Вот, друзья, я всегда говорю, как вы думаете, что это такое? Первое, что это скоростной модуль, в который передвигается 20 пассажиров. Правильный вопрос. И рассказываешь о скоростных перевозах. Второе, что это бочка со льдом, соответственно, в ней лежит лед, и она со скоростью 500 км в час за 10 часов может покрывать расстояние фактически от Байкала, там, или от Тывы до любой точки, фактически, Китая. Вот. Ну и третье, то, что мы с вами тоже будем говорить, это туристический модуль, в котором находится гостиничный номер площадью до 27 квадратных метров с джакузи, там, с личными апартаментами и так далее, где вы можете, не выходя из своего личного, скажем так, тревел-кара, то есть туристического автомобиля, путешествовать и, допустим, за 10 дней ехать в безземной шар, не выходя, или не останавливаясь ни разу в гостинице, а только выходя для того, чтобы попить воду из Байкала, или для того, чтобы искупаться в Таймыре, кто не боится холода, или, допустим, для того, чтобы посмотреть на Ниагарский водопад. Но это тоже, друзья, мы с вами будем обсуждать потом. Это тоже туризм, это целая отрасль, причем мало кто понимает, что в ближайшие 5-10 лет область туризма и бизнес, который будет приносить туризм, будет примерно в 3-4 раза больше, чем весь ВВП сегодняшней России вместе с ее нефтяниками, газовиками и металлургами. Так что по наличию окон. Ну тут Алекс дальше что-то пишет. Так, Владимир спрашивает, когда будет реструктуризация. Реструктуризация, если имеется в виду в компании RSV System, то это вы задавайте просто им. Собственно, эта работа идет. Мы самостоятельная инвестиционная группа, и мы также инвесторы в эту программу, и также являемся обладателями акций. Соответственно, этот процесс идет. И если что касается реструктуризации, повышающего коэффициента и так далее, это вопросы юристам компании. И ответы будут, я думаю, в ближайшее время вам даны. Мы также ждем результатов от этой работы. Что касается нашей реструктуризации, нашей изменения работы, когда Skyway Invest Group у нас четко позиционируется как фонд привых инвестиций в технологию Skyway, я вам сказал, что это примерно конец мая, начало июня, когда параллельно мы запустим еще несколько интересных проектов, то все это будет консолидироваться уже в более такую масштабную инвестиционную группу, которую мы сейчас готовим. Все технологии когда-то были в фантазии. Абсолютно верно, друзья. То есть, вот мне очень нравится вот этот ряд, который сейчас показан, что вот он первый паровоз братьев Черепановых, вот он Сапсан или Скоростной транспорт, который сегодня дает там уже до там 350, до 4, вот вам, пожалуйста, первая повозка Бенса, вот, соответственно, первый самодвижущийся экипаж, вот вам, пожалуйста, Форд, машина, которая дальше выросла на том же производстве, которое есть. Вот вам первый самолет братья Фрайт, соответственно, который подняли 18 декабря 1903 года, а вот вам уже один из самых крупных самолетов в мире, Боинг 747, который весит уже там не одну сотню тонн и может перемещаться не на одну десяток тысяч километров. Соответственно, вот вам первый ЗИЛ-131, который в 2001 году продемонстрировал технологии Юницкого, и вот вам, пожалуйста, уже подвижной состав, который сейчас проектируется и в изготовлении для того, чтобы в ближайший год-полтора показать уже свои возможности. Что работает? Так, Екатерина, вы тоже с РСВ, зачем говорить, что работаете в инвестгрупп, а по РСВ узнавайте у них бред. Так, Екатерина, я вопрос понял, так сказать, по поводу, звучал вопрос по поводу реструктуризации и по поводу того, когда будут переводиться акции, которые проданы РСВ, в новую структуру, которая сегодня регистрируется и запускается группой компаний Skyway. Вот, поэтому я могу сказать, что мы инвесторы в Skyway, чтобы четко было понимание, Skyway инвестгруппы, наша инвестиционная группа, мы инвесторы, мы не продавцы и не перепродавцы акций. Мы инвестируем в компанию, и мы также являемся владельцами акций РСВ, поэтому, когда будет ее реструктуризация, мы также, как и все остальные акционеры, будем в это, абсолютно правильно, потому что мы фонд прямых инвестиций, который занимается инвестированием, создает краудинвестинговую систему, и, соответственно, под свои обязательства, под наши обязательства, которые лично несут все дирек-фонды, мы, соответственно, инвестируем в компанию Skyway. Вот, поэтому, та реструктуризация, которая идет, она, не то, что нас не касается, а мы также участники ее, как и все инвесторы. Так, тут комфорт, в личном юнибе Сергей говорил только что. Так, и вебинары должны вести от РСС, а не только в инвестгрупп. Вот, я не знаю, по-моему, там кто-то ведет, и регулярно компания проводит вебинары, опять же, это весь вопрос. Мы обучающий проект, мы доводим информацию, которую мы считаем нужным. Вот, соответственно, о технологии Юницкого, о том, как будет развиваться Skyway, о том, как будет строиться Transnet, то есть сеть компаний, о том, как будут развиваться адресные проекты, какие будут разрабатываться месторождения, как будет выглядеть мир, какие будут строиться линейные города, это, друзья, наш проект. И, соответственно, это мы применяем возможности технологии, которые дает группа компаний Skyway. Поэтому здесь четко должно быть и понимание, и, соответственно, цели и задачи, которые мы перед собой соответственно ведем. Так, на вас все смотрят, как на главного партнера Юницкого. Да, я с Анатолием Дуаровичем работаю вместе 15 лет, я верю в эту технологию, и вложил в нее, и продолжаю вкладывать очень много сил и усилий для того, чтобы она реализовалась. Поэтому я акционер компании Skyway и струнных технологий Юницкого с 2001 года. И довольно-таки крупный акционер. Ответил в чате, что дней через 10 закончится реструктуризация. Ну, вот видите, Виктор отвечает на вопросы, значит, никаких вопросов и этот процесс идет. Более того, я думаю, что он абсолютно юридически будет выверен, он абсолютно будет защищать все права и акционеров, и партнеров. Поэтому на этот предмет в грамотности, в квалификации команды, которая работает в Skyway, лично у меня и у всей команды нашей группы нет никакой. Это наши партнеры, с кем мы работаем, под кого мы строим сегодня краудинвестинговую и создали фонд прямых инвестиций, и мы каждый месяц инвестируем довольно-таки крупные суммы в компанию Skyway, покупая акции именно этой группы. Поэтому здесь, друзья, никаких сомнений быть не то, что не может, а если бы у нас были сомнения, мы бы это не делали. Это я вам скажу абсолютно точно. Так, я веду только в инвестгрупп. Но, друзья, я тоже считаю, что только в инвестгрупп вести вебинары неправильно, поэтому мы расширяем сейчас эту логику работы, и мы это называем сегодня уже группой компании Transnet, то есть это следующая группа, которая вообще занимается всеми транспортными технологиями развития системы, поэтому дальше мы будем позиционироваться, вот тут Екатерина задает вопрос, я абсолютно сразу отвечаю, что мы будем и сейчас готовимся, и позиционируемся действительно именно от группы компаний Transnet, которые уже и занимаются внедрением технологий, и, соответственно, занимаются продвижением адресных проектов. так вот, поэтому, друзья, здесь как раз я могу сказать, что уже свое мнение, что, скажем так, времени в суток уже становится все меньше и меньше, объем работы, который еще идет, и самое главное, что мы тут анонсировали с Алексеем вам, что мы сейчас и пишем аналитические записки для руководства, и участвуем в ряде научных работ, и тут еще народный фронт, который оказалось, что надо чем-то наполнять, и надо писать какую-то программу, собственно, что эти бойцы собираются делать. Поэтому оказывается, что работы очень много, и самое главное, то, что мы с вами делали год, мы сейчас подошли к программе, и когда мы говорим, что у нас есть полностью концепция развития России, евразийского пространства, Сибири и Дальнего Востока, мы четко знаем, как увеличить ВВП за три года в пять раз, а за десять лет в восемь раз, и мы это расписываем на цифрах, то сегодня к этому начинают обращаться все более интересные и интересные, и я могу сказать, что желающих уже участвовать в этом проекте также, ну, я имею в виду не то, что акционеров и партнеров, которые включаются в эту работу, здесь как раз друзья, я могу сказать, что для меня вот вебинары, которые я сейчас веду, конференции, которые мы проводим, это уже как встреча с друзьями, то есть, когда приходишь, когда люди понимают, о чем речь, тем более, что в основном на наших вебинарах и встречах идут не новички, а те, которые уже знают о проекте, которые хотят более глубоко изучать и смотреть, вот, поэтому для меня, друзья, это сейчас как несколький отдых такой, понимаете, когда общаешься с людьми, с единомышленниками, а вот когда я тут недавно делал доклад на ученом совете МГУ, и там сидело 10 академиков, для которых вся наука закончилась еще 50 лет назад, потому что они считают, что как только они стали академиками, все, науки уже больше нет, и когда начинаешь говорить, что мы начинаем делать научный прорыв, они мне говорят, что мальчик, какой может быть научный прорыв, все, что можно было прорваться, мы уже прорвались, а вы-то куда собираетесь прорываться, ну, когда начинаешь рассказывать технологические уклады, прогресс и так далее, что ребята, вы стали академиками тогда, когда еще мобильного телефона не было, и компьютер вообще еще никто не знал, вот, они мне начинают рассказывать про Лазер, про Алферова, и еще очень многие интересных вещей, но это, я могу сказать, публика и совсем другие подходы, вот, и за, там, полтора часа такого доклада, иногда сил уходит больше, лучше бы я провел 10 вебинаров в день и выступил перед двумя тысячами партнеров, соответственно, толку от этого будет больше, потому что, вот мы сейчас проводим наши вот эти дни, когда мы собираем и активизируем работу, потом, когда, ну, вот сейчас счастливые дни они называются, мне очень само название нравится, вот, я его недавно услышал, когда мне объясняли, в чем заключается счастье, вот, я могу сказать, друзья, мне просто сам по себе подход понравился, я же к такому бизнесу отношения никогда не имел, и когда я смотрю, я говорю, ребята, ну, вы просто действительно оригиналы, и действительно, это действительно счастливый день, когда я осознал, что он дает, и к чему он приносит, к чему он приводит. Так вот, друзья, я могу сказать, что интенсивность работы сейчас настолько увеличивается и делается, и тут, к сожалению, наверное, для нас, и для меня лично, для вас, что со временем, вот сейчас то, что готовится, начиная, наверное, июнь, июль, я, к сожалению, наверное, больше буду вести времени и проводить это на телевидении, уже на центральном, и рассказывать о нашей программе там, чем на наших вебинарах, потому что готовится очень серьезная, такая, как бы научная, научный подход к развитию и концепции, и нам дают сегодня там трибуну для того, чтобы представить альтернативную точку, то есть есть все сегодня, которые там в единой России готовят программу развития страны, тем более выборы скоро, готовят там в справедливой России, готовят в народном фронте, вот, то есть это, ну, так называемые политические партии, а мы с вами, друзья, мы не партия, мы, как сказать, мы не, мы обучающий проект, все надо называть своими именами, но когда я говорю, что ребята, а у нас сегодня подписчиков уже за 70 тысяч и активными шагами приближаемся к 100 тысячам, и это не просто люди, которые подписываются или там голосуют, это люди, которые участвуют в этом проекте и они готовы за это платить, мне, мягко говоря, сначала никто не верит, а когда начинают понимать и мы показываем, что это правда, вот тогда начинается очень интересный как бы вопрос, поэтому, друзья, мы с вами, как мы и говорили, как это Леша Сухаревна, когда Леша Садоев любит говорить по квантовой физике, то есть чем больше нас становится, я уже приводил пример, что если бы я не показал, что у меня есть 12 тысяч заявок, которые уже подтверждены на Землю, со мной разговаривать по Земле бы никто серьезно не стал, а когда эти заявки есть, я говорю, ребята, а хотите завтра мы их вам по почте пришлем, вот мы же понимаем, как это сделаем, мы сейчас в личном кабинете распечатаем письмо, ну и скажем, каждый напечатает это письмо на принтере, подпишите, отправьте его, ну не знаю, там в администрацию президента, и они как разом эти 12 тысяч, а они обязаны на них ответить, вот, они говорят, нет, 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 ни в коем случае не пишите нам эти письма, я говорю, ну вот видите, а мы можем вам обеспечить, чтобы вы там в течение трех месяцев не выполняли финальный закон об ответе гражданин, то есть они обязаны в течение месяца гражданину ответить, поэтому, если мы им сейчас выдадим разом 20 тысяч запросов на Землю, то они как минимум должны дать 20 тысяч 20 тысяч ответов, поэтому, друзья, здесь уже, ну скажем, такая серьезная идет работа, а мы, конечно, готовимся, и мы сразу говорим, друзья, наша сила только в том, что мы можем коллегиально вместе ставить задачу и решать задачу, вот, поэтому для нас очень важно, и я могу сказать, что, когда мы вышли на уровень решения через губернаторов для нашего потребительского общества, друзья, для меня это было, ну а с учетом, что, ну я говорю, я там с несколькими губернаторами просто дружу лично, вот, и естественно, что они очень осторожные все люди, они боятся подставиться, они боятся, собрала в целом несколько десятков миллионов в то время, как для строительства нужна сумма на порядок больше, как и расходы на среду, ну, друзья, успеют ли собрать, Олег, здесь вопрос, вся финансовая отчетность, она лежит на компании РСВ, лично на Анатоле Гунинском, они готовят аудит, то есть, они абсолютно открыты в этом пространстве, в этом понятии, поэтому я думаю, что никаких вопросов с точки зрения отчетности, с точки зрения расходования средств, и самое главное, объемом выполненных работ, ведь самое главное, чем может отчитаться сегодня конструкторское бюро и лично Юницкий, это объемом выполненных работ, а не то, что поверьте, друзья, когда смотришь на объем, который выполнен за 37 лет, то сегодня те деньги, которые входят, это просто капля в море, просто по сравнению с тем, которые вложены деньги, вот я могу сказать, на демонстрацию ЗИЛа и вот той технологии, которой были положены десятки миллионов долларов, это и Александр Иванович Лебедь платил из губернаторского фонда, и там ребята из Газпрома вытаскивали из кармана там свои кровно заработанные на поставке труб в Газпром деньги, и, соответственно, платили и создавали эту технологию, поэтому, друзья, инвестировано уже огромное количество, интеллектуальная собственность создана на огромные деньги, и то, что сегодня эта работа уже именно выходит в практическое применение как технология, это, друзья, я могу сказать, очень и очень важно, поэтому успеем собрать за оставшиеся два года. Друзья, абсолютно есть этапы, есть работа, и пока я могу сказать, что все как развивается, развивается абсолютно в нормальном и конструктивном русле. Есть, конечно, небольшие нюансы, связанные с политикой, с геополитикой, такие отношения, как в Литве там у нас были истории, но это, друзья, все предусмотреть невозможно, и, к сожалению, это реалии нашего времени, а те санкции, которые сейчас идут против России, то давление, которое идет, поэтому... Ну вот, друзья, я считаю, что здесь есть, ну, скажем, те вопросы, которые я хотел перед вами осветить сегодня, я показал, то есть основной вопрос, что готовится, и мы сегодня серьезно готовимся к переходу на новую орбиту, на новый уровень, хотя бы из того, что лично для нас, как для группы, инвестиционной группы, что рубеж 100 тысяч человек, это все-таки серьезный рубеж, поэтому мы сейчас очень много, что пересматриваем, очень много, и что оптимизируем, и поэтому я могу сказать, что в июне месяце мы предстанем перед вами в более, ну, скажем, таком новом качестве, проведя очень серьезное изменение структурное, профессиональное, качественное по доведению информации, я думаю, что вы и увидите, и самое главное достойно оцените, потому что, естественно, что мы делаем это только для того, чтобы быть более понятными, быть более привлекательными, более открытыми для этого самого. Если бы вел вебинар для всех, а не только для одного фонда, если бы не... Ну, тут Сергей Семенов, я могу сказать, что, друзья, Семенов Сергея никуда не это, мы активно с ним работаем, и вы его еще увидите и на наших вебинарах, и в наших партнерах в работе, поэтому, друзья, вся команда, которая собралась, она вся работает, и никуда не дается, то есть мы с... Вот и Леша с Сергеем перезваниваются, по-моему, работает каждый день, и я тоже, так сказать, регулярно, поэтому никуда Семенов Сергея не нет, это молодой, талантливейший парень, он внес огромный вклад в развитие проекта, то есть с него-то, собственно, все и началось, во всяком случае, что такое краудинвестинг и как делать народное финансирование, я лично услышал это от него, и я ему за это очень серьезно благодарен, и сегодня мы работаем вместе, и мы близкие партнеры именно на развитие программы Skyway, на развитие проекта Transnet, поэтому здесь, друзья, никаких вопросов нет. Разработан регламент по запуску новых проектов по инициативе акционеров. Значит, друзья, я могу сказать, то, что вы увидите и то, что мы сейчас готовим, особенно это делается в рамках нашей академии, то есть мы вот уже сейчас заканчиваем регистрацию нашей академии Новой Евразии, вот, это обучающие уже такое высшее учебное заведение, вот, которое будет проводить обучение уже более такого, скажем так, качественного уровня, не то, что сейчас делается плохо, а мы сейчас расцениваем так, что тот обучающий проект, который идет Skyway Invest Group, это как начальная школа, это как подготовка, скажем так, техникум для серьезных инвестиций в венчурные проекты, развитие именно сети адресных проектов, а вот для того, чтобы уже стать участником и реально профессиональным игроком этого рынка, и действительно понимать, и как, куда инвестировать, инвестировать, и самое главное понимать, как будет развиваться евразийское пространство в ближайшее время, для этого мы создаем уже Академию Новой Евразии, вот, и это очень серьезное заведение, здесь у нас партнеры уже и Московский государственный университет, и называется он Евразийский университет имени Назарбаева, и Шанхайский экономический университет, то есть, соответственно, это тоже уже такого несколько другого уровня, естественно, что все эти шаги только в первые, как бы там делаются, вот, мы очень надеемся, что подключатся турецкий экономический университет Анкары, вот, соответственно, эта работа тоже, и мы готовим сейчас, вот сразу на, у нас в октябре будет большой форум именно нашей инвестиционной группы, и мы перед ним планируем провести именно такой большой обучающий слет для тех, кто уже хочет работать именно в качестве управленцев в конкретных адресных проектах, поэтому, естественно, что все это будет, может ли город Евразия претендовать на звание Smart City, а он однозначно будет Smart City, потому что Smart это умный, то, что сейчас делается, логика Smart, это, на наш взгляд, крайне интересное, и мы очень активно поддерживаем это направление. Так, не отвлекайте, пожалуйста. Ну все, друзья, Вилли Хавратов создает, так, не понял вопрос, Вилли Хавратов, то есть мы одна команда, работаем в одной группе, и я считаю, что мне очень повезло, и все вообще, всем нам повезло, что мы собрались в эту команду, в нашу работающую сегодня инструмент, и для меня как раз очень важно было вот за вот эти первые полгода, как покажет себя команда, как мы будем ставить перед собой задачи, и как мы их будем решать, и я могу сказать, что Андрей Хавратов, Ольга Шантинал, Леша Суходовик, еще очень многие наши лидеры, директора уже фонда, которые подключились, это тот основной актив, который сегодня работан, и я могу сказать, что эта команда может сегодня решать, ну если не сказать любые, то очень серьезные задачи, и вот форум, который мы провели, это показал, и проект, на который мы замахнулись, линейный город, потому что еще некоторое время назад только масштаб такого, я что засмеялся сейчас, мы тут ведем переговоры с одной организацией, очень интересная, она такая весьма известная на слуху, вот, ну во всяком случае, скажем так, более известная, чем наша компания, наш фонд, вот, с ними начинал переговоры вести еще Сергей Семенов, он учился долгое время в этой структуре, вот, называется она бизнес-молодость, вот, а сегодня мы обсуждаем ряд совместных проектов, обучающих, как провести совместное, и когда я тут недавно, недалее, как позавчера, с ними обсуждал ряд проектов, они говорят, ребята, ну, говорят, у вас масштабный проект, понимаете, мы по сравнению с вами, это просто песчанка в море, я говорю, нет, друзья, давайте так, вот, когда мы выйдем на такую же вебинар, на такую же известность, на такие же обороты, как вы, с точки зрения обучения, вот тогда мы скажем, да, пока мы только ставим перед собой более грандиозные задачи, потому что они у нас основаны на реальных технологиях, реальные возможности, вот, поэтому здесь, друзья, сегодня, когда я говорил, серьезные задачи, то заключается в том, что пока мы не работали как единый организм, мы даже не могли посягнуть на такие вещи, как русский, сибирский холод, сегодня мы разрабатываем, четко делаем концепцию запуска именно проекта сибирский холод, освоение северных месторождений, начиная там Тора, Попегая, Таймыра, Ямало-Ненецк, еще ряд регионов, то есть раньше мы не могли претендовать и говорить о том, что эти задачи нам подъемные, сегодня я могу сказать, что эти все задачи нам абсолютно решаемы, мы знаем, как организовать этот процесс, мы знаем, как привлечь инвесторов на начальном финансировании, мы знаем, как построить демонстрационные полигоны и образцы, мы знаем, как создать бизнес-план и полностью сделать все обоснование для инвесторов, и вот это как раз нашей работой с сентября, это и будет как раз нашей основной деятельностью, это запуск инвестиционных, именно конкретных проектов с применением технологий, вот, ну все, друзья, я думаю, что на этом можно нашу часть заканчивать, в следующий, это у нас будет, по-моему, 5-го числа, да, 5-го числа мы с Алексеем также проведем вебинары и для Сибири, и Дальнего Востока, то есть это будет между выходными, кто-то будет отдыхать, ну кому, собственно, не лень, тот может находиться и будет у нас на вебинарах, всегда рады вас видеть, у нас всегда есть, что вам рассказать, и, соответственно, обсудить наши совместные планы, вот, но сейчас я могу сказать, что основная наша деятельность и то, что мы сегодня делаем, потому что огромная идет подготовительная работа, о которой я вам сейчас рассказать не могу, потому что она еще просто не готова, но к концу мая вы все это увидите, и я не то, что надеюсь, я абсолютно уверен, что эта работа вас не разочарует, вы абсолютно будете понимать, что и как происходит, и я думаю, что после этого мы только более активными шагами будем двигаться по реализации нашего проекта. Ну вот, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Так, Алексей, как у нас с роликом, которого мы говорили в конце, то есть мы сейчас пытаемся ввести такое правило, чтобы ролики ставить не в начале, а в конце, чтобы на такой знаменательный рост, а теперь мы помимо того, что строй Skyway, спасай Россию, следующее такое, что Transnet Group, это наша следующая компания, мы объединяем мир. То есть это новое такое понятие, которое я прошу вам тоже взять на вооружение, потому что мир сегодня требует объединения, и мы этим с вами занимаемся. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Алексей? Дамы и господа, и про объединение мира завтра у нас состоится лобинат на английском, то есть ссылка в чате во всех чатах также информация есть, всех англоговорящих партнеров пожалуйста приглашайте, потому что мы строим сеть по всему миру. Благодарю.